В этих резервуарах разом бродит миллион литров кваса. Каждые 4 часа сюда подают воду, сахар и ржаной солод. Через сутки напиток будет готов. Останется только разлить по бутылкам. Весь процесс показывает губернатору. Староминский квас стал брендом целого района. А знают о нем не только здесь, но и за пределами Краснодарского края. Турист, который сегодня на побережье, я уверен, приедет в большом количестве, он хочет кушать нашу кубанскую еду, продукцию нашу, продукты в первую очередь, конечно. Но если еще будет пить наш кубанский напиток, в данном случае квас, то вот, наверное, все, что необходимо туристу с России, а может быть и за рубежа, мы сможем сегодня дать. А вот для тех, кто только планирует начать свой бизнес в районе, работает учебный центр по развитию кролиководства. Здесь помогут открыть ферму и приобрести оборудование. Разведение кроликов окупится через три года, обещают в центре. Но чтобы достичь большего эффекта, крестьяне должны объединяться в кооперативы. Только кооперативное вот это движение позволит сократить себестоимость. Должен быть кластер, мы говорим о пяти, да, в Краснодарском крае, где будет маточная кроликоферма, производство оборудования, комбикорм, бойня, холодильники и сопровождение всех членов кооператива. И самое главное сбыт. Вот я с вами абсолютно согласен. Сбыт и следующий шаг наших фермеров, которых сегодня, конечно, мы поддерживаем, и много их на Кубани, это кооператив. Они должны объединиться, а объединяться, а дальше вырастут кластеры. Их велиководство, и иные отрасли. Сегодня очень важно, чтобы они понимали, осознавали, что нужно двигаться вперед. Староминский район стал 44-м и последним из всех, которые губернатор посетил с момента, когда возглавил регион. Сегодня прошел ровно год. За это время общение с местными жителями так и осталось обязательным пунктом в программе Вениамина Кондратьева. Поздравляем вас с годовщиной. Коллеги, вот давайте так, про годовщину, во-первых, слово не то. Все, да, поздравили и все. Да, а год, год, это совсем, поверьте, совсем это не дата. Важен не год, а результат. Знаете, я слышал и такие, как бы, вот, возражения, что губернатор все-таки должен делать политику, вырабатывать глобальные решения, подходы. Во-первых, лучшая политика – это экономика, для меня, по крайней мере. Экономика должна быть, потому что деньги должны быть в бюджете. А если деньги в бюджете будут, тогда мы сможем все обязательства перед населением, власти, я имею в виду, кто сидит в президиуме и в зале, выполнить. А если это только политика, о чем не советуют, толку не будет, потому что это будет болтовня и болтология. Чтобы не разводить болтологию, глава региона переходит к конкретным цифрам. Основой экономики Староминского района является сельское хозяйство. Им занимаются 60% жителей. Больше половины всего мяса в районе получили в личных подсобных хозяйствах. Очевидно, что точки роста искать нужно в агропромышленном комплексе, говорит губернатор. При этом упор делая на местных бизнесменов, чтобы развивать внутренний рынок. Мы все время привыкли, что инвестор должен какой-то прийти. Я не против, пусть инвесторы приходят на собственные ресурсы, собственные люди. Выгоднее убедить местных ребят, которые хоть чуть с деньгами, вложиться в собственную экономику. А у нас, получается, внутренний рынок занимает все, кто угодно, кроме меня, не сами. У них нет собственного производства. Если производство находится за пределами района, и налоги за пределами района, так и так. Все очень просто. Там сама по себе депрессивность начинается только потому, что внутри никто ничего не сбалансирует. Логистику внутреннюю сделать и выстроить. После вступления в должность Вениамин Кондратьев сформулировал перечень поручений, по исполнению которых и будут оценивать эффективность работы районных властей. Мне приходилось принимать кадровые решения, потому что я отвечаю за судьбу района и за судьбу края в целом, и за экономику. Поэтому там, где чиновник оторвался от людей, от жизни, о том, о чем я вам говорил, значит он не попутчик. Он не может быть идти со мной в команде, потому что у нас понимание ходьбы разное. Одним из главных показателей устойчивости сельской экономики является количество трудоспособной молодежи, которая остается работать у себя в станицах, а не уезжает в города. В Староминском районе в этом вопросе ситуацию еще предстоит переломить, как и в ряде других муниципалитетах. Спрашивать о результатах работы властей на местах губернатор будет не по отчетам чиновников, а по уровню жизни людей. Можно сидеть в крае и опереться на эти бумажки, листочки и на статистику. Можно, но у меня другой стиль. У меня есть собственное понимание сильных и слабых сторон каждого муниципалитета, края. Вопросы, друзья, в принципе они одни и те же, из района в район. Люди объективно говорят, что нет самого необходимого, как я сказал, справедливости. Вот это для меня намного важнее, еще раз подчеркиваю, этих цифр. Я все равно буду возвращаться, возвращаться в каждый район, который проехал. И в течение года, следующего года, также вернусь, обязательно вернусь. Я готов, чтобы мы все вместе, вместе с вами, стали шренкой, плечом к плечу и прошли столько, сколько нам отмерено. Не прогибаясь перед трудностями и соблазнами жизни, тогда в жизни у нас все получится. И наши дети, внуки и последующие поколения будут нами гордиться. И самое главное, чему должны научиться муниципалитеты, это зарабатывать самим, а не только рассчитывать на краевые дотации. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Староминский район.